Иду на пасеку. Вот, ребята, следы мои вчерашние прошел по дождю. Сегодня стало холодать, всю ночь шел дождь. Ну и чтобы наступить, надо проломить верхнюю часть. Посмотрите, снизу мягкий лед, а сверху вот такой толщины образовался наст. Вчера специально пробежал, пробив себе ход, потому что понимал, к чему это изменение погоды приведет. Образуется наст, и я увидел, что многие ледки засыпаны снегом. Но это было вчера поздно вечером, уже стемнело. И я решил это все отложить на утро, и заодно снять ролик для тех, кто столкнулся с такой же проблемой. Многие говорят, что засыпало нижние ледки, ничего страшного. Снег, он пористый, пропускает воздух, и как бы все хорошо. И даже теплее пчелкам будет. Углекислый газ, собирающийся на дне улья, он будет скатываться. И так как он теплее, он будет находить себе ходы. И часто мы видим, как продыхи такие, даже испарение идет из улья с нижних ледков. Вот. Это все верно. Но я сейчас вам показал, я сейчас вам показал, какой наст образовался у нас. Сейчас такой, да, перепад погоды у нас был очень... Шли снега. Редкость для юго-запада Белгородской области. Вот, шли снега, все засыпало. Снег пушистый был, как бы температура была минус 6, минус 8 градусов по ночам до 10. И все нормально. Улья сухие, зимовка протягала замечательно. Но вот теперь пошли опять перебои с погодой. Так называемая вот эта вот наша южная шняга. И вчера было плюс 1 всю ночь. Потеплело резко с минус 8. Да. И, соответственно, все лило с крыш, все таяло. А сейчас идет похолодание до минус 8. Вот. Ну вот я добрался до пасеки, увидел летающую пчелку. Удивительное дело. Вот. В высокорасположенных ульях я даже, как бы, вижу следы опонашивания. Пчелки некоторые вылетали. На снегу лежат. Вот на высоких улях, как бы, ничего страшного в этом и нету. Да, пчелка вылетела. Сейчас 0, плюс 1 градус. Вот они даже пошли, как бы, походить. Может быть, влаги взять. Может быть, не знаю. Это пчелы. Они решают, что им надо. Давайте заглянем. Ну, вот так, если посмотреть, вот. Здесь уголок отогнутый. Есть влага сбоку. Здесь нету рамок. Сухо над самим клубом. Клуб в таком состоянии. Тепло. Вот эти перепады, понимаете, было минус 8. И теперь в следующей неделе вообще будет плюс 4. И, по-моему, две недели подряд такая погода будет стоять. От плюс 2 до плюс 4. Что делать? Вот соседняя семейка. Вот тоже так вот здесь немножко, да, влага есть. Вот. Но пчелки просто более активные. Сейчас подогнем. Да нет, достаточно, думаю. Эта влага им лишнее не будет. Капельки-капельки небольшие. Вот здесь вот капелька, да. Снимаю шапки снега, потому что сегодня обещают ветер сильный. Так как пойдет похолодание, а потом пойдет потепление. Это утяжеление крышек. Вот. Ну, самое главное сегодня проверить вентиляцию. Да, даже паук живет еще в улье. Он побежал по снегу. Вот. Вижу затекание в улье. Это не от плохой вентиляции. Это от того, что тает снег. Ну, а пчелки вот так вот располагаются в этой семье. Вот. Но леток забитый, нижний. Вот, если в этом улье Бернхаус все нормально, то здесь корпус деревянный, самодельный. Верхней вентиляции нету. Нижний леток полностью замурованный. Давайте посмотрим пчелки, как там. На удивление клуб сидит низко. Располагается на пяти рамках. С крайней рамки ушел. Здесь мед есть, но здесь есть пчелки. Поэтому трогать не будем. Отрывать эту рамку. Вот застыла пчелка. Удивительно. Продыха нету, а пчелка спокойна. Ну, вот. Эта рамка боковая у меня оставляется, я вам говорил, для вентиляции. Она сухая полностью. Сушь. Готовая для весны. Вот сверху немножко влажность появилась. Вот. Ну, активизироваться стали пчелки. Залека казалось, что вот у этих семей вообще очень плохо. Вот. Но здесь мы видим проталина. Вот. И есть выход воздуха. Вот. Здесь такая же картина. Пчелка полетела полетать. Вот. Тут они какают. По всей видимости, это все еще поздний расслот был. Вот. Тут тоже есть щелка. И выходит. С учетом того, что снега не будет, ломать я им ничего не буду. Шуметь не буду. Если честно сказать, то очень много пчел на снегу. Я не помню. Или, может быть, в прошлые годы не было столько снега. Вот. Но пчелки вылетают. Может быть, это хорошо для того, что они вылетают и облетываются. А та пчела, которая... Ну, смотрите. Здесь тоже есть продых. Ну, чтобы помочь им, можно что сделать? Так раз. Ударить. И все. Так-то было ударить. И все. Продыхи есть. Я в этом отношении теперь более спокоен. Многие скажут, да. Надо поднимать улья выше. Вот, допустим, как здесь, да. Как бы тут не заносило. А вот здесь вот такое ощущение, что здесь проход для мыши. Как он образовался. Продолжая осматривать, мышки не оказалось. Вот. Ну, и здесь вот, посмотрите, вот, продых есть там у них. Тревожить не надо. Пчелка вот вышла, даже покакала. Вот. Да, кто-то мне в прошлую зиму говорил, что если зимой пчелки... Вот здесь вот ледок немножко расчистил. Кто-то мне прошлой зимой говорил, тут тоже пчелки полетали. Сейчас посмотрим. Здесь активная семейка такая была. Вот. Летали они вот на большое расстояние. Когда? В какое время? Ну, судя по тому, что был дождь сегодня, наверное, они сегодня вылетали. Просто утром еще было плюс 2 градуса. Вот. Говорил, что если пчелки летают зимой, ну, зимой есть возможность вылететь. И немножко им разрушить кишечники, то это хорошо. Но, а часть пчел, которая погибла вот на снегу, ну, это все-таки лучше, чем они погибнут в улье. Точно такие же вылеты я вот вам хочу сказать, да, когда показываю там шанники, ребят, вот вы, кто держит пчел в омшанниках. Я ведь тоже вижу и сам как бы держал пчелок. Такое же количество примерно пчелы высыпают и в омшанниках. Они вылазят даже и в темноте, пытаются полетать. Не найдя, по всей видимости, возврата, они погибают. Ну, так, сверху глянем на нее, вроде бы сидят клуб, хорошо сидит, сухо, нормально. Ну, сейчас вот в заключении, как всегда, глянем сороковую семейку. Я сколько давно не снимал, но, честно говоря, ребят, нечего снимать. Даже если эта сороковая семья начнет как бы там осыпаться. Вот, ну, есть вариант, что рядом находящаяся семья, ее можно будет слышать, как у нас пробивается ногой. Вот. Канди не берут, сидят у передней стенки. Канди отвердела, надо менять его. Надо поменять, я сейчас его заберу. Отвердела, потому что не берут. Вот, а так, в целом, пчелки сидят, более-менее успокоились. Вот. Так же остается шесть рамочек, на крайней пчелы нету, и уже еще одну надо будет откинуть. Да, семья ослабевает, но пока еще жизнеспособна. Ну, вот так пасека зимует, ветки сыпятся. О, нас, нас крутой. Вот здесь вроде бы как нормальная вентиляция. Здесь у шестирамочника нормальная, там. Вроде продыхи есть. Ну, что я скажу. Вот, осмотр должен происходить зимой. Вот такой визуальный, выборочный. Все ли хорошо? Ну, мне кажется, что достаточно хорошо, потому что сегодня 15 декабря, и уже полтора месяца прошло реальной зимы. В этом году у нас ноябрь такой зимний месяц, когда пчелки уже начали зимовать. Вот, поэтому, ну, до февраля остается 45 дней, полтора месяца. Впереди самые трудные дни зимовки. Смотрю часто вот ролики сейчас зимой, как бы перед сном. Есть время. А так работаю. Работаю, делаю канди. Отправляем, ребята, все по-прежнему. Работаем с супругой на износ, но работаем не за просто так, за копеечку. Поэтому труд облагораживает человека и дает ему материальную независимость от государства. Вот это мое такое выражение. Что бы я сейчас посоветовал и что сделаю я? Первое, что я сделаю, сейчас, когда вот на следующей неделе начнется сильное потепление, начнет все таять, да, вот крышки начнут таять, снег. Вы уже видели в одном улье вода, не во всех, но вот в одном, где-то, по всей видимости, по трещинке через вентиляцию или как-то вода при таянии затекала. На дне она не страшна, вот. И при хорошей вентиляции она сначала впитается в дно деревянное, а затем она испарится, вот. Но опасность подстерегает нас вот в этих сильных перепадах, да, температуры. От минус 10 до плюс 5 и обратные движения. Пчелы начинают, вне зависимости от нас, хочем мы их потревожить или не хотим ли мы их потревожить, они начинают активизироваться от температуры наружного воздуха, понимаете. Вот, сейчас лжестарта, ну, как бы я считаю, что исключен для них, потому что, ну, пчелы только начали зимовать. Вот, поэтому сейчас самая главная угроза, это, конечно, вентиляция. И многие люди, которые думают, что вот сейчас вот в морозы я смотрел перед морозами, у меня все сухо и хорошо, но потом вы можете разочароваться. Поэтому я предлагаю, что вот к концу следующей недели необходимо глянуть на вентиляцию, потому что там, по всей видимости, в январе пойдут морозы, вот, а зимовать им уже в ослабленном состоянии, потому что гнезда, они начнут сушить. Если будет излишняя влага над головой, они будут поглощать больше меда, кишечник будет заполняться, ну, и пойдет вот эта вот круговерть, которая приводит к опонашиванию пчел. Вот, ну, и в конце я хотел бы сказать, вы сказать спасибо Паше, товарищу своему. Паша торгует медом на Валберес, да, уже, как бы, раньше меня начал этим заниматься. И у меня, как бы, очень много дал мне советов, как начинать, с чего начинать. Ну, я ушел на озон. И все было замечательно. По лечебному канде у нас было порядка больше 60 комментариев положительных. Оценка была 5-0. Представляете, вот там уже 65 человек поставили свою оценку 5. То есть ни одной четверочки, троечки, двоечки не было, да. А вот в медовом канде было 4,95 где-то, были четверки. И кому, я не знаю, мне кажется, что это конкуренты, наверное, любой бизнес это грязное дело. Вот, ну, как по заказу в один день пришло сразу несколько негативных отзывов, да. Значит, смешно так получилось. Заказ 5 килограммов. А комментарий пишет, взял на пробу 10 килограммов. Ну, как ты, заказ-то был 5 килограммов, как ты 10 взял килограммов на пробу? Ну, и на пробу берется килограмм, ну, максимум 3. А потом уже принимается решение. Ну, если бы это был настоящий пчеловод, у меня же там телефон, есть номер телефона. Но всегда можно позвонить, обговорить это дело. Как так получилось, что недовесы в каждом килограммовой пачке от 50 до 80 граммов. Ребята, это мы в каждую пачку, в каждую пачку докладываем свыше там 3-5-7 граммов. Это на электронных поверенных весах производится. И недовес в 80 граммов. Ну, я написал этому товарищу, что, понимаете, у меня там больше 9 тысяч подписчиков на канале. И рисковать своей репутацией за 80 граммов канди я не буду. Это, ну, не мое. Это те производители, которые там штампуют где-то канди на предприятии, на перерабатывание. А мы работаем с женой вдвоем, понимаете. У меня и пасека 100+, один я работаю, да. И вот канди мы сейчас делаем от утра до зари. Тоже вдвоем. У нас нет помощников, я никого не нанимаю. Есть оборудование. Вот, работаем. И очень был разочарован этим, да. Позвонил Пашке, а Пашка мне говорит, Серега, да ты на это не обращай внимания. И там начал, давай, мой липовый мед, знаешь, опустили ни за что. Такой мед классный, блин, получился. Тоже один же фасует, все делает, да. И кто-то просто нас такими вот, ну, покупными комментариями, кто-то, ну, специально под заказ делает это. Некрасиво, неприятно. Вот, но стоять на месте не будем. Вот Пашка поддержал меня, у меня настроение поднялось. Думаю, блин, хорошо, что есть добрые люди на свете. Вот, ну, а с вами был Сергей Лукенцов, и до новых встреч!